Здравствуйте! С вами Наталья Боброва, художник-понументалист. Но, как и многие художники, свободное от рисования время, я люблю также заниматься различными видами декоративно-прикладного творчества, делать что-то интересное для дома, для себя. И сегодня я хочу показать вам начало, ну такой средний этап работы с детским игровым ковриком. Расскажу его особенности и в последующих видео также покажу некоторые вещи, как можно сделать. То есть, вот вы видите, этот коврик у меня за спиной. Очень интересная вещь получается. Дело в том, что сегодня достаточно много игрушек на рынке. Кто-то может сказать, зачем его делать вручную, если можно купить. Конечно, всё можно купить, но вещь, которая делается своими руками, она всегда несёт определённую энергетику. Она определённо положительно заряжена. И эта вещь более живая. Плюс ещё в чём такой игрушки. Об особенностях игрушки я ещё расскажу. Но также, когда ты делаешь что-то своими руками, ребёнок, с которым непосредственно всё это вместе рядом делается, он видит, он учится, понимает, что можно что-то создавать своими руками. Как это делать? То есть, он, ещё не умея делать это самостоятельно, может приобретать какие-то для себя полезные навыки. Поэтому такая игрушка, она развивает способности и творческие, и развивает мышление, в частности. Здесь, например, элементы ландшафтного дизайна, развивает воображение, мелкую моторику. Много разных дополнительных. Можно сюда элементов включить. Но сейчас я обо всём этом подробнее покажу поближе и расскажу. Продолжение следует...